МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ФИСКУЛЬТ, привет! Я Павел Зайцев и журналисты программы «Стадион» готовы рассказать вам о спортивной жизни города. День физкультурника. На стадионе «Труд» прошли соревнования, посвященные открытию Олимпийских игр в Пекине. Михаил Себагатов – самый сильный человек трехгорного. О своих первых достижениях и планах на будущее. Футбольные мячи надут и спортивная форма готова. Фестиваль дворового футбола «Инпэшка» в седьмой раз собрал юных футболистов. Об этом и не только. Мы расскажем через несколько секунд. Оставайтесь с нами. Будет интересно. 8 августа, в день открытия Олимпиады, в день физкультурника на стадионе «Труд» прошли соревнования. Почти олимпийские. Подробности у Алексея Хохлова. День физкультурника отметили в Трехгорном. На стадионе «Труд» и в теннисном клубе состоялись турниры, приуроченные к спортивному празднику и открытию Олимпиады в Пекине. Сегодня у нас праздник, посвященный Дню физкультурника, который будет проходить у нас на стадионе «Труд». В этих соревнованиях будут принимать все желающие нашего города. Кто занимается спортом и желает участвовать в соревнованиях. Программа «Мероприятие» включила в себя соревнования по девяти видам спорта. Попробовать свои силы можно было в командных играх, волейболе и баскетболе. Силовики состязались в метании покрышек и гиревом спорте. Испытать себя можно было и в бандминтоне, настольном теннисе, стрельбе и беге. Несмотря на прохладную и совсем не летнюю погоду, праздник состоялся. Больше всего зрителей собралось посмотреть на состязания гиревиков. Спортсмену предстояло в течение часа поднимать гирю весом 16 килограммов. В этом виде спорта организаторы планировали установить рекорд города. Его поставил Василий Шалимов. Он отметил, что гиревым спортом занимается не так давно. Пришел в него из бодибилдинга. Однако уже успел принять участие в различных региональных соревнованиях. Полуфинал в городе Лесном от Аммиада и финал в городе Новоуральске. Там занял третье место. И в своей весовой категории, и в абсолютной категории занял тоже третье место. Новоуральске. Но это последнее соревнование. А так местный регионал в области тоже третье место в своей весовой категории. За час он поднял 16 килограммовую гирю более 1400 раз. На площадке для игры в баскетбол разразилась нешуточная борьба. За победу сражались молодежные команды города против ветеранов. Играют ветераны с молодежью. То есть вот как бы, так скажем, в костях молодежи это 110-я школа. Пацаны вот молодцы, приходят, занимаются вечерами, насколько я знаю. Сейчас вот каникулы, они каждый день практически здесь вот на асфальте играют. То есть как бы, все-таки живой еще баскетбол в городе. После соревнований отметили победивших. И пожелали сборной страны удачного выступления на Олимпийских играх. По итогам Олимпиады российская сборная занимает третье место в командном зачете. Спортсмены не подвели своих болельщиков. Наш следующий сюжет о том, как трехгорненцы поддерживали своих любимых спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Китае. Сегодня мы с вами находимся в одном из кафе города Трехгорный. С недавних пор это заведение стало просто спортбаром для всех любителей Олимпиады, всех любителей спортивных баталий, ну и, конечно же, всего, что связано со спортом в целом. Что хочется узнать? Хочется узнать у наших горожан, болеют ли они за российскую команду, как относятся к Олимпиаде и многое-многое-многое другое. Давайте об этом узнаем прямо сейчас. В самом начале Олимпиады российские спортсмены показывали не самые высокие результаты. В командном зачете Россия долгое время держалась лишь на восьмом месте. Прогнозы были самые разные. Кто-то считал, что наша сборная все же станет лидером. Были и те, кто думал о команде, как об аутсайдере. Лучше сидеть в компании, чтобы быть в курсе дела. Чтобы болеть вместе. Да. Компания лучше, чем у одного дома около телевизора. Если бы была такая возможность, какие-нибудь пожелания передать сборной России, что бы вы сказали? Чтобы держались. До конца. Молодцы они. Все равно. Спортсмены есть спортсмены. Они держатся всегда. Истинные болельщики придут посмотреть. В каком виде спорта, вы считаете, наша сборная может поворотиться с голодной медалью? Мне кажется, в гимнастике и в синхронном плавании. Ну, легкой атлетики еще не было. Я думаю, ну, синхронное плавание, естественно, там. Еще, по-моему, это... Гимнастичный спортсмены. Что там еще у нас? Гимнастика еще, по-моему, это... Здесь можно поистине поболеть, покричать. Ну и порадоваться за победу. В целом же, олимпиадное движение объединяет людей разных вкусов, взглядов и национальностей. Поднять патриотизм, в первую очередь, к России. Чтобы люди приобщались к спорту, к здоровому образу жизни. Потому что здоровых людей очень мало. Таким образом, да, приобщаем людей к спорту и патриотизму. В итоге в копилке нашей сборной 23 золотых медали, 21 серебряная и 28 бронзовых. В командном зачете россиянам не удалось обойти Китай и Соединенные Штаты. Тем не менее, наша страна в тройке лидеров. И это ли не повод для гордости? Когда-то он был простым парнем. Сегодня его узнают люди на улицах города. Им гордится весь Трехгорный. Михаил Себогатов занимается пауэрлифтингом и стронгменом не так давно. Но уже добился отличных результатов. Зимой 2005 года. Ежегодный турнир у нас в городе. Здесь три богатыря проходил. Там первый раз я серьезно подготовился к нему. И, соответственно, занял первое место среди городских участников. Ну, был еще один приглашенный в Челябинск. Но шел незачетом. Мы с ним одинаковое количество очков набрали. Но первое место мне отдали по количеству первых мест в упражнениях. Соревнования, которые вывели меня на новый уровень, они проходили прошлым летом. Тоже у нас в городе был двухдневный турнир. Очень тяжелый. То есть там веса большинства снарядов в упражнениях превышали те, которые применяются на мировых соревнованиях. На этапах Кубка мира, на чемпионатах мира. У нас веса были тяжелее. То есть я готовился к этому турниру попутно. В результате этой подготовки, в ходе подготовки, я выполнил норматив мастера спорта по пауэрлифтингу. Сезон вот этого года начался с Кубка стран Балтии, ближнего зарубежья по селовому экстриму. Проходил 26 июля в Москве, в Лужниках. В рамках празднования 85-летия Госкомспорта. Там я вошел в шестерку. 10 августа в городе Южноуральский прошел турнир на Кубок завода Южурал Конструкт. Там я занял уже первое место. Целую неделю на малом поле первой спортивной школы не утихали футбольные баталии. За победу боролись 18 команд. За игрой наблюдал Алексей Хохлов. Зарядись энергией перед школой. Под таким девизом открылся фестиваль дворового футбола «Инпэшка». В этом году фестивалю исполняется 7 лет. Каждый год в последнюю неделю каникул на поле провозглашается власть спортивного азарта. Стадион наполняется участниками и зрителями. Очень пользуется большой популярностью и авторитетом. Ребята его практически ждут целый год. Некоторые даже не уезжают ни в отпуск, ничего не пропускают. Много лидеров у нас очень хорошо, что меняется из года в год. Есть, конечно, такие хорошие игроки, которые уже сейчас при выходе из своей группы защищают честь сборной команды. В турнире приняли участие 18 команд. Они поделены на три возрастные группы. В каждой из них свой победитель. Перед фестивалем ставится много целей. Но прежде всего это сплочение детей, вовлечение в мир спорта и здорового образа жизни. В этом году мы приняли решение о том, чтобы расширить границы этого мероприятия и вывести его на новый уровень. В этом году параллельно с Трехгорным мы проводим подобный турнир в Садке. И 30-го числа проведем суперфинальные матчи в трех возрастных группах между командами Садки и Трехгорного. Всю неделю стук мяча и детские крики не утихали с утра до вечера. Было множество побед, неудач и сенсаций. По итогам пяти дней фестиваля в младшей группе первое место заняла команда «Школа дзюдо-1». В средней победителем стала команда «Прохача-2». «Прохача-1» – чемпион в старшей группе. Сенсация турнира – победа команды девочек в одном из матчей. Информационный спонсор фестиваля телерадиокомпания ТВС приготовила свой подарок – кубок. Его получила команда «Дружба». На фестивале дворового футбола «Инпэшка» выступала команда девочек. Наша редакторская команда, редакторская группа решила их отметить на этом фестивале дворового футбола. Почему? Потому что они хорошо сыграли. Честно говоря, у них было мало побед на турнире, но счет, с которым они сыграли с одной из команд, был 6-1 в их пользу. Это говорит очень о многом. Памятный подарок вручили каждому участнику. Кроме того, за информационную поддержку при проведении фестиваля организацией турнира была отмечена наша телерадиокомпания. В субботу победителям предстояло играть с лучшими командами «Метрошки». Финальные игры состоялись в Садке. В результате старшие и младшие команды потерпели поражение. В ничью сыграли футболисты средневозрастной группы. После серии пенальти наша команда «Прохача-2» взяла золото. Организаторы отмечают большую популярность турнира. На следующий год планируется вывести фестиваль на областной уровень. Мы уже планируем участие восьми городов. И, соответственно, финальный турнир пойдет по каждому возрасту с участием восьми команд с каждого города. Для местных команд это дополнительный стимул для тренировок. У этого вида спорта практически нет возрастных границ. Им могут заниматься и дети, начиная с 10 лет, и пожилые, те, кому за 60. Соревнования по спортивному ориентированию прошли в Трехгорном. Подробности у Ларисы Михеевой. В руках только карта и компас. Участникам нужно пройти несколько контрольных пунктов, причем на время. Соревнования по спортивному ориентированию в Трехгорном проводят всего лишь второй год подряд, после долгого перерыва. Раньше был период, когда по всей России немножко туризм заглох. А начали развивать и постепенно начали появляться. Начали люди выезжать на соревнования. У нас есть в городе и кандидаты, и мастера по ориентированию. Кстати, у нас сегодня один участвует кандидат или перворазрядник, точно сейчас не скажу, старостен Володя. Он в юношеском возрасте занимался ориентированием. На данный момент он начал заново, он едет за город, участвует в соревнованиях. Участники разного возраста и профессий. Новички и профессионалы. Для женщин и детей маршруты полегче. Карту со всеми метками спортсмены получают всего за минуту до старта. Мужские дистанции, она идет 12 контрольных пунктов. Вам главное не спутаться в том, что у вас первый контрольный пункт, он стоит в карте последний, он должен быть последним. То есть вы начинаете со второго пункта по карте. Значит, женщины будут бежать, у них 8 пунктов. Дистанции небольшие в этом году сделали намного проще. По словам организаторов, маршрут в этом году несложный. Дистанция длиннее, чем была в прошлом году. Но зато контрольные пункты легче искать. В прошлом году не всем удавалось пройти дистанцию до конца. Так что для некоторых цель просто дойти. Получить навыки в работе с приборами, умением читать карту. Такие вот задачи у многих стоят. Прежде всего нужно уметь ориентироваться, то есть знать топознаки, уметь читать карту, пользоваться компасом. Дальше. Здесь не просто бег, гладкий бег, когда бежишь со всей скоростью. Здесь нужно быть и наблюдательным, то есть смотреть внимательным. То есть и в то же время выносливым. С заданием справились не все. Обычно новички только в середине пути понимают, что им нужно делать. А лучшими в соревнованиях были Олег Беляков и Владимир Старостин. За здоровый образ жизни и активный отдых. В минувшую субботу на Поповке прошел первый туристический слет молодежи приборостроительного завода. Анастасия Маркелова подробнее. Две недели назад команда турклуба «Аметист» побывала на турслете в городе Лесном. Привезли восьмое место. Идея активного отдыха пришлась нашим туристам по душе. На этом опыте мы и решили организовать первый шаг в проведении наших туристических слетов в нашем городе Трегорном. Участвовать в соревнованиях приглашали всех желающих, но откликнулись только заводчане. Мы рассчитывали, что будет много команд, но молодежь как-то она не очень активна. А почему? Непонятно. Видимо, надо затравить немножко. Семь команд, в каждые шесть человек. Мужчин большинству. В положении у нас сказано, что вообще можно полностью командой из девушек состоять. Даже предусмотрены для этого дополнительные бонусы в такой команде. Но, видать, не нашлось девушек. Первое, с чего начинается любой слет, это установка палаток и разведение костра. Приготовление обеда – один из этапов соревнований. И вот тут без женщин никак. Главное не победа, главное же участие. Конечно, сам дух соревнований. Пока одни готовят, остальные соревнуются в выносливости и ловкости. Паутинка, бабочка и водные – самые сложные этапы. Нетренированным участникам пришлось не сладко. Но, как утверждают бывалые туристы, главное – желание. Всю неделю перед турслетом вечерами проводили мастер-классы для новичков. Кто заинтересовался, милости просим. Мы всех научим, покажем. Прошедший турслет первый – это своеобразная репетиция будущим состязаниям. Сторонников активного отдыха будет все больше. Уверены организаторы соревнований. В рубрике «Книжная полка» мы познакомим вас с одним из олимпийских видов спорта. Заведующая сектором краевической литературы Лариса Шитлина расскажет о королеве спорта. Сегодня мы поговорим с вами о королеве. Да-да, не удивляйтесь, за давностью лет уже невозможно установить, кто и когда назвал легкую атлетику королевой спорта. Но у нее есть все основания претендовать на столь громкий титул. Во-первых, это древнейший вид спорта. Во-вторых, наиболее естественный и распространенный на земном шаре. В-третьих, пользующийся огромной популярностью. В-четвертых, легкая атлетика стала прародительницей многих других видов спорта, так как в их основе лежат ее отдельные элементы. Можно было бы привести еще немало доводов – в пятых, в шестых и так далее, но авторитет легкоатлетического спорта в мире так высок, что можно обойтись и без них. Королева – она и в спорте королева. Считается, что королева спорта пользовалась большой популярностью на Британских островах. Начиная с 12 века в различных городах и графствах проходили традиционные праздники. В их программу обязательно входили спортивные состязания. Бег на различные дистанции, прыжки в высоту, длину и даже с шестом, а также метание различных тяжестей. К тому же, легкая атлетика – это очень красивый спорт. Присмотритесь, например, к прыжкам в высоту. Разбег, взлет – на какое-то мгновение тело спортсмена как бы останавливается, зависнув над планкой. Зрители замирают – заденет прыгун планку или нет. Но счастливый спортсмен уже поднимается по другую ее сторону, победно поднимая руки, а планка остается на рекордной высоте. Безусловно, легкая атлетика – королева спорта. Более подробную информацию о легкой атлетике, как всегда, можно найти в Центральной городской библиотеке. До встречи! Осень – не повод забывать о физической форме. Повысить тонус и поднять настроение поможет хорошая зарядка. Включите любимую музыку, а Полина Евдокимова покажет вам новый комплекс упражнений. Поехали! Всем привет! Сегодня наша цель – здоровая и сильная спина. Растягиваем руки, плечи, растягиваем шею, мышцы груди. Разогреваем плечевой пояс. Растягиваем мышцы поясницы и косые мышцы пресса. Повторяем наклоны в другую сторону. Наклоняйтесь немного ниже. Скручиваем плечевой пояс. Разогреваем все мышцы спины. Локти на уровне плеч. Приступаем к основной части. Проработка мышц спины. Наклонитесь вперед, не расслабляя мышцы живота. Поднимаем руки до уровня ушей. А потом разводим в сторону. Поднимайте и разводите руки с усилием. Повторите подъемы не менее 16 раз. Растягиваем мышцы спины. И медленно поднимаемся наверх с круглой спиной. Примите положение тела с опорой на колени и ладони. Напрягите мышцы живота. Так ваша поясница будет защищена от перегибов. Выпрямляем руку вперед и ногу назад. Поменяем руку с ногой. Опускаемся на локти и отрываем колени. Попеременно опускаем в пол. Правое, потом левое колено. Ваша спина будет здорова. А настроение отличное. До встречи. Наша программа подошла к концу. Мы рассказали вам все самое интересное о спортивной жизни Трехгорного за последний месяц. А чтобы было о чем говорить в следующий раз, занимайтесь спортом, участвуйте в соревнованиях и становитесь героями нашей программы. С вами был Павел Зайцев. Увидимся ровно через месяц. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин